Совещание по работе пассажирского автотранспорта прошло в администрации района. Совещание ввел глава района Алексей Валов. Совещание проходило в два этапа. Сначала в администрацию были приглашены представители всех автопредприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками в районе. Во время праздников от жителей поступили жалобы на организацию автомобильного движения в связи с увеличенным интервалом выхода автотранспорта на линию. После обсуждения на совещании всего круга вопросов, связанных с пассажирскими перевозками, на следующий день на совещание для уточнения и закрепления достигнутых договоренностей были приглашены представители действующей в Щелкове автоколонны 1785 государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мост Трансавто». В том числе и количество автобусов, которые будут работать на маршрутах. Так, вы нам гарантируете то, что сейчас выходит? Утеченное количество. У нас когда полноценный начнется все-таки? Там то 12, то 16, мне говоришь. Сейчас пока 12 будет по СК, я так понимаю, по круглосочному договору на январь-февраль. А в марте уже как бы мобилизует все силы средства, так понимаем, Мос Трансавто, да, и закроет себе маршрут. 16. Я уверен, вы справитесь с этой задачей, потому что ваше ПТП достаточно квалифицированными специалистами обладает и в управлении, и в исполнительском, извиняя, я имею в виду водителе. На совещании отмечалось, что те маршруты, на которые поступили жалобы, будут усилены. На них будут выделены дополнительные автобусы автоколонной 1785 государственного унитарного предприятия Мос Трансавто с сохранением всех социальных льгот для жителей. В целом же решение всего комплекса вопросов, связанных с работой пассажирского автотранспорта в районе, взято районной администрацией на дополнительный контроль. Андрей Циханович, Александр Роджевский, телерадиокомпания «Щелково».